Почему алоэ один из самых распространенных ингредиентов косметики? Чем он так хорош? Чем полезен для нашей кожи? Запишите рецепты масок для лица, чтобы ваша кожа сияла и оставалась всегда молодой. Алоэ вера само по себе гений увлажнения, а маска из него не требует дополнительных ингредиентов. Ее готовят непосредственно из гель или разводят его минеральной водой и наносят до макияжа, либо перед дневным кремом в качестве сыворотки. В составе алоэ содержатся полисахариды. Именно они дают тот самый увлажняющий эффект. Образующаяся полисахаридная пленка активно притягивает молекулы воды и при этом препятствует испарению влаги. Чем же именно полезно это растение для кожи? Обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами. Имеет антиоксидантное действие. Способствует насыщению кожи кислородом. Обладает противовоспалительными антибактериальными свойствами. Улучшает регенерацию поврежденных клеток кожи. Способствует повышению синтеза коллагена и эластина. А самое главное, сок алоэ практически не вызывает аллергических реакций, поэтому широко применяется в косметике для людей с чувствительной и реактивной кожей. Как правило, организм принимает алоэ за своего, благодаря набору родственных человеческой кожи веществ. Уникальность сока этого растения в том, что оно способно угодить всем типам кожи и оказать пользу каждому из них. Как добыть гель алоэ вера из листьев? Срезаем несколько листочков алоэ с растения, ставим их в вертикальное положение на несколько минут. Более темная смола стечет. Как только смола стекла, моем листья и осторожно снимаем толстую кожицу ножом, оставляя только прозрачный гель. В некоторых случаях удобно зачерпнуть этот гель ложечкой. Гель помещаем в блендер, добавляем в него несколько капелек витамина Е и масла чайного дерева. Взбиваем и получаем натуральный гель алоэ вера. Его можно использовать для всевозможных манипуляций. Давайте приготовим маску для сухой кожи. Маска из алоэ и банана. Увлажняет кожу, питает ее, устраняет шелушение, выравнивает цвет лица, разглаживает морщины. Вам понадобится 2 столовые ложки геля алоэ, 1 небольшой банан или половинка большого, 3 чайные ложки миндального масла. Возьмите гель из листьев алоэ, тщательно разомните вилкой банан, перемешайте компоненты до однородности, добавьте миндальное масло, еще раз все перемешайте. На хорошо очищенную кожу лиц нанесите тонким слоем получившуюся пасту, оставьте на 15 минут. Смойте водой комфортной температуры. Если маска начнет подсыхать раньше, смывайте ее, не дожидаясь окончания этого отрезка времени. А эта омолаживающая маска из алоэ и яйца увлажняет, питает кожу, делает ее более эластичной и упругой, разглаживает морщины. Возьмите 2 столовые ложки геля алоэ и 1 яйцо. Слегка взбейте вилкой яйцо. Добавьте гель алоэ. Взбейте смесь до однородности. Нанесите маску на очищенную кожу лица и область декольте, оставьте на 15 минут. Смойте водой комфортной температуры. Маска скраб для лица с алоэ вверх подарит сияющую кожу ровную и красивую, а еще избавит от омертвевших клеток. Гликолевая кислота из коричневого сахара растворяет мертвые клетки и освобождает закупоренные поры. Понадобится 1 столовая ложка геля алоэ вера, 1 столовая ложка кокосового масла, 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка коричневого сахара. Приготовление. Смешиваем ингредиенты в мисочке, наносим на лицо и аккуратно массируем около 3 минут. Движения должны быть нежными и мягкими. Оставляем на 20 минут или жим. После процедуры вытираем лицо влажным мягким полотенцем. Повторять маску нужно пару раз в неделю. Попробуйте применять эти маски одну неделю и результат будет налицо. А какие рецепты масок знаете вы? Делитесь в комментариях. Всего доброго, до новых встреч! Желаем всем здоровья!